Здравствуйте, я врач-репродуктолог Манана Галублишвили и мы сегодня поговорим о бесплодии, какие основные обследования нужно делать при бесплодии. В первую очередь вспомним, что такое бесплодие. Это не болезнь, не беспокоит пар, как в большинстве случаев бесплодные пары практически здоровые. Бесплодие это состояние, когда в течение одного года, несмотря на регулярные половые контакты без предохранения, беременность не наступает. Первое и основное обследование, которое должны делать при бесплодии, это анализ спермы. Если сперма нормальная, то мужчине не нужно делать дополнительные исследования. Но если выявляются такие изменения, которые могут уменьшать шансы или вообще исключать возможность оплодотворения, то, конечно, нужно обследовать мужчину детально. Здесь делаются гормональные анализы, на инфекции анализы, также ультразвуковое обследование. И результаты дальнейших обследований могут абсолютно в корне изменить тактику ведения бесплодных пар. Второе основное обследование у женщин – это оценка количества и качества яйцеклеток. Мы знаем, что с возрастом безвозвратно израсходуется генетический материал женщины, поэтому здесь очень важен возраст женщины. Делается несколько гормонов и ультразвуковое обследование. И третье обследование, которое нужно делать при бесплодии – это исследование женских репродуктивных органов. Это органы, где происходят те самые важные процессы, без которых невозможно наступление беременности, перемещение женских и мужских половых клеток, яйцеклетки и сперматозоидов, оплодотворение яйцеклетки и прикрепление полости, к стенке полости матки и наступление беременности. Существует несколько методов обследования женских репродуктивных органов. Есть с помощью рентгена метросальпингография, есть с помощью ультразвукового исследования, это соносальпингография, и есть также эндоскопические методы, когда обследование ведется с помощью специальной видеокамеры. Но самым информативным и эффективным методом, конечно, является лапароскопия и гистероскопия. Правда, подход всегда индивидуальный, есть случаи, когда нет надобности делать на данном этапе лапароскопию, гистероскопию и делаем другие обследования, или наоборот. Вот эти три основные направления, которые нужно обследовать на первых этапах диагностики бесплодия. Продолжение следует...